всем привет как всегда благодарю вас за то что пишите комментарии под моими монологами как всегда благодарю за то что смотрите и вам вероятно это нравится если вы продолжаете смотреть но хорошая музыка не может не нравится музыка вообще такая штука такая захватывающая такая интригующая да интригует до сих пор и конечно спасибо за то что материально поддерживаете канал это тоже очень приятно и напоминаю в очередной раз если вы хотите что-то увидеть какую-то пластинку в моих руках посмотрите сначала на плейлисты там очень много уже чего есть поэтому вполне возможно что любимая вами пластинка уже показана и вы можете ознакомиться с ней копнув плейлисты ну а я хочу сказать про интернет интернет такая замечательная вещь там столько интересного это я новость даже вам сообщаю какую я не устаю радоваться когда читаю комментарии различные и целые небольшие статьи посвященные знаменитым гитаристом 20 мы 21 веков и читаю какие они плохие как они не умеют играть какая-то профанация как это все убого и на уровне просто школьников например прозап помню писали тут что это какой-то уровень средней школы причем не музыкально обычный до франк запа как гитарист да нормально это я с удовольствием читал ну про ричи блэкморе начитался много чего хорошего что это криво-криво-косой жопорукий гитарист про дзюми пейджи и говорить нечего что просто дебил какой-то до конца вообще гитару никогда в руках не держал а все что он записал это надо просто выбросить на помойку потому что гитарной игре отнимет никакого отношения это я не свое мнение высказываю а ну прямо противоположное пересказывает то что читаю в интернете ну а про эрика клептона уж и говорить нечего это уж совсем далеко далеко от гитарной игры человек находящийся совсем ну я вероятно полный лопух и не имею ушей а также мозга а также души и сердца ну не не буду не буду по ушей скорее всего про уши вообще отдельная история я столько читают такие такие комментарии и вот я так осознаю прекрасно что не у всех есть уж это у всех любит музыку как бы как будто бы казалось бы но ладно про эрика клептона удивительно плохого гитариста как пишут многие гитарные гении сидя на диване так же как и я вероятно или в хороших студиях даже с красивыми роликами прекрасно оформленными там с анимацией со всеми делами такие гитарные специалисты и вот они ругают ругают говорят говорят что это вообще не музыка ну пусть не музыка да я буду говорить про не музыку вот не музыка пластинка derrick and the dominos который называется лейла and other assorted love songs 1970 год вышла она в ноябре семидесятого года да а в сентябре умер джимми хендрикс и здесь есть песня джимми хендрикса little wing я не знаю записана она после смерти джимми хендрикса или она записана до смерти джимми хендрикса я не знаю какие конкретно месяцы в какие конкретно дни записывались те или иные песни на этом альбоме но то что смерть хендрикса потрясла клептона и всю группу это очевидный факт потому что клептон и так был не очень хорош не очень хорошем психическом состоянии а после смерти хендрикса совсем ушел уже в депрессию и группа просуществовала недолго хотя есть еще пара пластинок записями концертов derrick and the dominos но по сути дела это один студийный альбом один единственный что я хочу сказать что когда я был юн не помню сколько мне было лет но лет наверное 17 18 и все мое окружение мы все страшно торчали на этой пластинке я до сих пор продолжаю ее любить безмерно это если говорить о гитарном роке вообще в принципе это один не то чтобы из краеугольных камней гитарного рока потому что краю краеугольные камни это там крим дзеппелин да где-то как-то хотя крим конечно краеугольные будут но это одна из самых таких ярких интересных пластинок семидесятых годов и вообще не только семидесятых вообще в принципе гитарного рока блюз рока как хотите можно называть это потрясающая конечно запись но история этого альбома она достаточно короткая эрик лептон на руинах коллектива blind fate супер группы в которой он разочаровался совершенно решил сделать такое не то чтобы анонимный бэнд но перестать выглядеть супер музыкантом супер группы потому что был крим грандиозный да был байнд фейд грандиозный который не оправдал его надежд и он устал от грандиозности он присоединился к команде делами энд бонни такой дуэт как бы да с музыкой соул электрогитарный соул такой очень интересный записали они даже один альбом с клептоном очень хороший у меня он есть я про него расскажу как-нибудь поехали в тур и из тура клептон как-то ушел после этого тура а музыканты которые играли с делами энд бонни в частности бобби видлок присоединились к туру джо кокера и был записан потрясающий концертный альбом я не очень люблю джо кокера кстати несколько вещей его люблю но очень хороший альбом mad dog and the englishmen концертный двойник шикарный вот с бобби видлоком как раз и бобби видлок эрик клептон а также музыканты которые входили в состав в группу дэлами энд бонни и группа сопровождения джо кокера карл реддл и джим гордон собрали анонимный такой составщик в англии уже они перебрались в англию я имею ввиду музыкантов этих самых гордона и после тура mad dog and englishman перри приехали в англию соответственно да из из америки собрали анонимный состав к ним присоединился харрисом они играли по мелким клубам потом отправились в америку то ли в тур то ли не в тур не знаю ну где-то там играть и подцепили то сходили на концерт allman brothers и эрик клептон подцепил дуэйна олмана и вместе с олманом уже вернувшись в англию вся замечательная эта группа стала называться дерек анд доминос сначала не назывались по-другому слово дерек там случайно возникло ну мы все знаем как дерек анд доминос и записали двойной альбом в такой в одинарной обложке но двойной получается и что я еще раз повторюсь это классика настоящая гитарного рока и может быть это даже лучший альбом эрика клептона если говорить о творчестве сольным эрика клептона вполне возможно мы правда здесь он с двойным олманом с бобби витлоком который играет на клавишных поет и является соавтором большинства практически песен авторских то что здесь есть кавера кавера блестящие совершенно ну и нельзя не упомянуть о страданиях эрика клептона который был не безнадежно а вполне нормально влюблен в пати бойт жену джорджа харрисона пати бойт отвечала ему взаимностью потому что джордж харрисон ей уже изменял она от этого бесилась а эрик клептон романтически за ней ухаживал в конце концов два любящих сердца соединились правда через несколько лет всего они стали мужем и женой а харрисон относится отнесся к этому достаточно спокойно потому что он сам был гуляка еще тот и уже в семидесятом году позволял себе многое и в общем так закрыв глаза прикрыв глаза наблюдал за связью пати бойт и эрика клептона но в тот момент момент записи альбома они еще не сошлись и клептон был романтически влюблен в пати бойт и вся эта пластинка является посвящением этой самой красавицы пати бойт в частности песня лейла которую почему-то многие не любят я считаю и не один я что это шедевр это блестящая песня из двух частей первая часть прекрасный романтический гитарный рок а вторая часть это просто какой-то элтон джон начинается такой инструментальный кусочек но помимо лейла здесь все хорошо а лук твой первая песня как бы такое вступление в вот этот самый замечательный клептоновский гитарный рок и клептоновский просто бенефис на этом альбоме сдвоенные гитары оллмана и клептона на фоне они не вылезают здесь вперед они такую подкладочку играют очень плотную стенку хорошую ну и потом был батон блюз потрясающий номер клептона который входит во все его greatest hits во все там история history of eric лептон тому прочие альбомы на концертах постоянно он исполнял и исполняет эту штуку ну был батон блюз понятно что с гитарным соло замечательным все вот эти диванные наши гитаристы отечественные они пускай все ругаются но такой звук который у клептона здесь и дальше будет главное же что главное звук да и фразировка и те кто говорят что клептон играет банальные фразы лучше то там с ушами не знаю или или что-то там еще с чем-то не знаю банальные да да и мелодия и гармония здесь все здесь хорошо keep on growing повеселее штучка и nobody knows you nobody knows you when you don't love and out еще один блюз кавер джимми кокса с яркой гитарой с яркой очень жесткой такой я не знаю как он добивался этого звука она не перегружена но она подгружена и она так мощно звучит и так хорошо эрик здесь играет что просто одно удовольствие i'm yours акустическая песня на 2 ст 1 2 стране открывает номер лирика я твой вообще здесь все про любовь здесь здесь все про чувство копать и будет и не дэй это просто жесткая очень странная песня написанная с бобби вытлоком кстати i looked away тоже с бобби вытлоком написано и выклад здесь поет это первая песня на первой стороне очень хорошо очень драйвово а про i'm yours про any day я говорил она вот единственная песня с какой-то странной гармонии какая-то она усложненная вроде такой урок блюзовые да ну как-то усложненные я не я там теряюсь вот и честно говоря в этом произведении зато на key to the highway третий номер длинная песня песня вик билла бронзи вилле бронзи то есть кавер известный key to the highway традиционный блюз и так он разыгран на гитарах такое удовольствие просто он и по-английски сыгран и по черному одновременно и абсолютно точное попадание и в такую вархаику блюза и в современность и в 70-ый год это время читается и сейчас бы если так сыграть это было бы на ура просто настолько хорошо настолько здорово ну кстати говоря дуэн олман играет здесь еще на гитаре с вторым номером часто первым и вот третья песня на третьей стороне have you ever loved a woman как раз вот там дуэт олмана и клептона олман играет на слайд гитаре клептон без слайда без ансамбля да и такой дуэт такое переплетение так так друг другу они уступают потом переплетаются потом уступают двигаются каждый двигается чтобы другой сыграл так так кайфово tell the truth первый номер на третьей стороне эта песня стала хитом сразу потащила за собой альбом и дикий темп why does love got to be so sad бешеный драйв просто бешеные скачки и что в этом альбоме удивительно что это соединение американского рока американского блюз-рока с чистой англией с английской с английскими с английской мелодикой с гармониями с пением клептона и вот это англо-американский союз такую дал мощную просто музыку так все здесь здорово ну и конечно little wing я уже говорил песня хендрикса открывает четвертую сторону очень интересно пять с половиной минут она идет здесь и клептон здесь и поиграл и попел и очень прочувственно все очень с настроением с уважением к хендриксу просто потрясающе ну и лейла про лейлу я уже сказал очень хорошая песня и закрывает пластинку turn 3 in the garden песня бобби уитлока который он сама поет акустический номер лирическая лирическая кода такая пластинка 6 баллов из 5 или 15 из 10 я бы ей дал это конечно обязательная штука для любого кто любит гитарный пирог окей пошел пить пока